Ну а в самой Венесуэле вновь говорят о провокациях со стороны США. Госдеп объявил о прибытии на границу с Колумбией второй партии так называемой гуманитарной помощи для Каракаса. Медреспублики подчеркнул, армия не будет поддаваться на провокации. Власти страны решили временно закрыть три мостовых перехода через границу. За развитием ситуации в приграничных районах Колумбии следит наш специальный корреспондент Валентин Богданов. Потихоньку, так переводится название хита Луиса Фонси «Деспо Сито». Но Гуайдо и американцы торопятся. Грузовики, которые вопреки протестам из Каракаса в 9 утра субботы по колумбийскому времени пойдут на прорыв, выстроены в колонну меньше чем в километре от сцены благотворительного концерта. План сторонников Гуайдо в том, чтобы усадив за руль добровольцев соотечественников отправить грузовики с гуманитарной помощью, через границу пустые фуры уже наготове на каждые венесуэльские номера. Вот это, например, из Каракаса, столичный округ. Добровольцев набирали из тех, кто из Венесуэлы уехал. На концерт их пришло немало. Американское военное вмешательство – это плохо для Венесуэлы. Но мы надеемся, что Бог смягчит сердца высшего военного командования Венесуэлы, и что они разрешат доставить гуманитарную помощь. Звезд латиноамериканской эстрады доставляли прямо к складу этой помощи. После выступления – короткое интервью в студии под открытым небом, чтобы не увиливали и четко обозначили свою политическую позицию. Утром в газете, вечером в куплете – это и про композитора Пипе Буэно. Вы не боитесь, что могут произойти столкновения с военными? Нам это не нравится. Мы не хотим, чтобы на мосту были беспорядки. Место Буэно занимает организатор концерта. Миллиардер Ричард Брэнсон пообещал собрать 100 миллионов долларов, заочно склеснулся с земляком Роджером Уотерсом из Пинк-Флойд, и после того, как сошел с дивана, оказался перед нашим микрофоном. Я думаю, что они пойдут на мост, дадут военным белые розы, и я надеюсь, что это позволит открыть мост. Надо пытаться. Я хиппи из 60-х. Хорошая музыка, любовь, и вам повезет. Правда, в 60-х хиппи всегда были за тех, против кого строил планы Вашингтон. Сцену установили с колумбийской стороны на мосту Тьен-Дитос, перекрыв его уже во второй раз. С венесуэльской стороны на нем же припаркованные грузовики. Там тоже концерт, но уже против поставок гуманитарной помощи. Всего в 300 метрах через реку гремят динамиками исполнители из Боливарианской республики. Выступают под лозунгом «Руки прочь от Венесуэлы». «Здесь живет народ, гордый народ, готовый умереть, защищая свою страну». Те, кто атакует, уже совсем рядом. В Кукуту словно инспектор нагрянул спецпосланник Трампа по Венесуэле Элиот Абрамс. Утрапа американского транспортника Ястреба заключил в объятия президент Колумбии. Из аэропорта с коллегами из Чили и Парагвая Иван Дуки тоже поехал на концерт. Прихватили и Гуайдо. Ставленник Вашингтона явно пошел ва-банк. Вопреки запрету покидать Венесуэлу, примчался в Колумбию на вертолете. Вместе с Дуки прошлись по складу, посмотрели на мешки. На фоне коробок общим весом в 600 тонн обратились к прессе. Самозванец выступал первым. Как мне удалось попасть в Колумбию, несмотря на запрет пересекать границу? Я здесь, поскольку вооруженные силы Венесуэлы тоже приняли в этом участие. На другой венесуэльской границе с Бразилией тем временем начались стычки митингующих с пограничниками. Сообщают о двух погибших. Провокация, на которую так рассчитывали в Белом доме, похоже, начинается. Валентин Богданов, Иван Уткин и Майя Кастельгранде. Вести с колумбийско-венесуэльской границы.